МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"О дне же том и часе никто не знает. Не ангелы небесные, а только Отец мой один. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет". Библия. Евангелие от Матфея. Испокон веков четыре всадника апокалипсиса внушали ужас людям, исповедующим христианство. И неудивительно, ведь имена этих всадников мор, война, глад и смерть. Ни одно поколение верующих прожило свою жизнь в ожидании судного дня. Кто знает, может, именно сейчас наступило время столь невероятных и устрашающих человечества событий. Знамением к наступлению страшного суда станет появление на земле антихриста. Его видели в каждом кровавом преступнике, в вождях и диктаторах, в колдунах и магах. Ну, не случайно, что, скажем, Нерона, гонителя христиан первых веков, называли антихристом. Что вот это тот самый антихрист, о котором было сказано в Евангелии. Ну, и сегодня, в общем, таких образов антихриста находится масса. Кто-то увидел там в чернокожем президенте антихриста, кто-то увидел в Сталине антихриста. И, в общем, такая истерия не закончится и будет постоянно продолжаться. Из предсказания Иоанна Богослова следует, что появится на земле некий лже-пророк, который будет агитировать, поклоняться антихристу, будет творить чудеса и завлекать людей на сторону зла. В имени антихриста зашифрованы три шестерки. В третьем веке богословы определили множество имен собственных и нарицательных, соответствующих проклятому числу. Например, у Ипполита Римского в самом начале списка находим Титан. Титаник. Именно этим роковым именем назвали самый большой пассажирский лайнер в истории. Оно и определило его трагическую судьбу. В апреле 1912 года суперлайнер Титаник отправился в свой первый рейс из британского порта Саут-Гемптона в Нью-Йорк. Ни создатели Титаника, ни его пассажиры не догадывались, что были обречены. Ночью с 13 на 14 апреля южнее острова Нью-Фаундленд Титаник столкнулся с дрейфующим айсбергом. Через несколько часов корабль затонул. Погибло полторы тысячи человек. Спустя сто лет трагедия повторилась вновь. В ночь на 14 января 2012 года у побережья Тосканы гигантский лайнер Коста-Конкордия налетел на каменный риф. Судно получило пробоину в левом борту и мгновенно затонуло. Решающими мгновениями стали минуты без связи с той секундой, когда произошла катастрофа. Капитан трагически недооценил всю серьезность ситуации. Коста-Конкордию называют итальянским Титаником. И для этого есть причины. Мистика окружает обе катастрофы. Титаник столкнулся с осколком айсберга, появившимся как бы из ниоткуда. Коста-Конкордия налетела на каменный риф в абсолютно изученных водах. Я могу сказать одно, что Титаник повторился, в ближайшие сто лет все могут плавать спокойно. Больше крушений наверняка сто лет не будет. Через сто лет Титаник номер три. На борту у суперлайнера 2012 года находилась внучка женщины, выжившей сто лет назад при крушении Титаника. 30-летняя Валентина Капуана. Ей так же, как и бабушке, удалось покинуть корабль в первые минуты катастрофы. Все, кто был с детьми, они все, ну, все были пропущены вперед и все посажены в первый автобус. Точно так же спасали пассажиров Титаника. Такое впечатление, что катастрофа повторилась не просто так. Возможно, это напоминание о приближающемся конце света. 666 называют числом зверя. Сегодня его связывают с техническим прогрессом. Поэтому три роковые шестерки люди ищут везде. Скажем, что такое пресловутая печать зверя, которая там находит в числе 666, и которая за последние даже 10 или 20 лет представители, скажем, православных сект или небольших религиозных групп православных, около православных, называли, это же действовали сначала введением ИНМ, потом и находили там число 666, находили его в новых паспорта, находили его в кредитных карточках, в которых есть некий чип, и ожидали, что вот там любая нумерация, по сути, любое использование чисел так или иначе позволяло им найти где-то там зашифрованное число 666. Так что же это за число? С точки зрения пифагорийцев, 666 – так называемое треугольное число. Оно представляет собой сумму последовательных цифр от 1 до 36 включительно. Число же 36, тоже в свою очередь складывается из суммы последовательных чисел от 1 до 8. Кроме того, 36 – это 3 раза по 12. 12-й год – это еще один знак сатаны в нашем мире. Неудивительно, что рулетка, символ игорного бизнеса, использует тот же набор цифр от 1 до 36. Как мы помним, в сумме как раз получается 666. И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Евангелие Атеана. И это библейское пророчество уже сбылось. В 2001 году американские ученые разработали электронный чип имплантант. Размер устройства не превышает рисового зернышка, поэтому разработчики предложили вживлять чип под кожу. Предполагается, что с его помощью можно будет оплачивать покупки, открывать дверь, собственного дома, выходить в интернет. Плюс ко всему, вживленный чип сможет заменить все необходимые документы, включая паспорт и водительское удостоверение. Однако, мистически настроенные натуры видят в чипе имплантанты метку сатаны, которая возвещает о приближении конца света. Есть еще одно библейское пророчество. Перед судным днем в Иерусалиме должно закончиться строительство третьего храма Соломона. Проект уже готов. существует его трехмерная модель. Более того, собрана ритуальная утварь, которая украсит храм и сделает его функциональным. Остается только наблюдать за ходом строительства и ждать, сбудется ли это пророчество. Иерусалим. Иерусалим. Храм гроба Господня. На Пасху с раннего утра территория храма и его окрестности заполнены десятками тысяч паломников. Все с нетерпением ждут чуда. Город буквально переполнен. Яблоку негде упасть. И не только там христиане, там иудеи. Это канун, это завершение иудейской Пасхи. Там и мусульмане, но подавляющее число это христиане православного вероисповедания. Тесно в Иерусалиме. Храм озаряют яркие всполохи света. Между колоннами мелькают молнии. Патриарх возносит молитвы и в лампаде над гробом Господним вспыхивает пламя. Одновременно с этим в храме и на площади загораются свечи. В толпе раздается крик восторга и потрясения. Благодатный огонь сходит с небес лишь раз в году на Пасху. Чудо происходит уже более двух тысячелетий. Считается, что в год, когда благодатный огонь не сойдет, наступит конец света. Так является ли схождение благодатного огня настоящим чудом? И стоит ли верить этому страшному пророчеству? Сейчас большая шумиха пошла вокруг благодатного огня в Иерусалиме. Дьякон Андрей Кураев сомневается в ее подлинности. Он считает, что там буквально зажигалка работает. Есть, конечно, аргументы против этого. Поддержку. Пронести в храм спички или горючие вещества невозможно. Местные власти бдительно следят за чистотой эксперимента. Перед церемонией каждый уголок храма обыскивают, а часовню над гробом Господним, где проходит схождение благодатного огня, даже опечатывают. Как же появляется благодатный огонь? Один из священников открывает нишу в углу часовни, где его никто не видит, зажигает свою свечу от одной из лампад и восклицает «Сошел свет и смилостивился Христос!» Это свидетельство очевидца, который жил в Иерусалиме в начале 13 века. Возможно, он был прав, но как объяснить еще одно чудо. Почему благодатный огонь не обжигает? Верующие подносят горящие свечи к лицу и волосам и даже умываются огнем. Химики называют этот эффект холодным горением. Это одна из низкотемпературных разновидностей пламени в химии. Гореть таким огнем могут многие эфиры. Самый известный этиловый эфир борной кислоты. Первые минуты горения пламя имеет голубоватый оттенок и низкую температуру. Знали о холодном горении и в древности. Достаточно вспомнить библейскую легенду о неопалимой купине. Из горящего куста, который горит, но не сгорает, раздался голос Бога, который призвал Моисея вывести народ Израиля из Египта в землю обетованную. Купина или есенец ядовитое травянистые растения семейства рутовых. Научное название дистамнус. В переводе означает карающий кост. На его листьях можно увидеть многочисленные железки, которые выделяют эфирные масла. В теплый день эфир испаряется и окутывает растения облаком пара. При критической температуре окружающей среды куст неопалимой купины вспыхивает голубоватым пламенем, а растение при этом остается нетронутым. Можно предположить, что секретом смеси из эфирных масел, которая воспламеняется при достаточно низких температурах, владели представители православной конфессии. Они и разработали чудесный пасхальный ритуал схождения благодатного огня. Великая племя Майя оставила человечеству календарь, по которому жрецы вычисляли знаменательные события человеческой цивилизации. Они называли его Цолькин «Счет дней». Легенды гласят, что это знание пришло к ним из обитаемого космоса. Это знание пришло к ним от четырех ягуаров, которые после очередного потопа кантаклизма прибыли на Землю из созвездия Лебедя, по некоторым данным из созвездия Плеяд, которые оставили древним майянцам знания, потом нити священных знаний, которые назывались календарями. Согласно этому древнему календарю жизнь на Земле оборвется 21 декабря 2012 года. Это день окончания последнего цикла и последний день календаря Цолькин. Индейцы выбрали этот день не случайно, они прекрасно разбирались в астрономии. В этот день светило выстроится в одну линию с таинственным энергетическим центром Земли, а солнечная система станет напротив центра нашей галактики. 1 декабря 2012 года Солнце пройдет по заднику пути центральной как бы центральной части вот вот этого галактической выпуклости, в котором есть темный коридор, который называется еще темный разрыв. И проходя по этому коридору, Солнце как бы заново рождается, то есть получается новое галактическое рождение или переход в новую эпоху. Такие события случаются раз в 25 тысяч лет. Они всегда сопровождаются стихийными бедствиями и катастрофами. У ацтеков описано пять таких катастроф, одна из которых была человеческая цивилизация подвержена урагану, потом каменному дождю, третья какому-то огненному ветру, четвертая потопа. Вот шестое это будет великое землетрясение, когда ничего вообще не останется. Великие индейцы имели в виду не конец всего живого, а конец эпохи. До появления племени майя существовало еще четыре цивилизации. На языке майя четыре солнца. В своем календаре они отметили начало пятого солнца, пятой цивилизации. В данном контексте будет правильно сказано переход от эпохи рыб в эпоху водолея. Ну естественно так как у нас в каждую эпоху было написано в священных текстах майя ацтеков каждая катастрофа каждый новый цикл он отмечается какой-то катастрофой. Дмитрий Колесников один из тех, кто учит людей выживать в экстремальных условиях. Людей желающих подготовить себя на всякий случай с каждым днем становится все больше. Даже если не брать всякие истории что там произойдет с нашим миром в принципе это нужно знать и уметь даже на примере прошлого нового года в Подмосковье когда там было отключено от света электричество несколько тысяч людей там не надо далеко ходить и говорить про конец света вот конец для некоторых наступил нету света две недели нету воды нету тепла нет электричества люди некоторые не знали даже как действовать и как себя вести вот пример элементарный настоящие выживальщики в такой ситуации не растерялись бы более того они одни из немногих не боятся находиться с природой один на один пытаются найти общий язык со стихиями например обуздать страх перед огнем пошел повесели 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 еще капельку веселее который не так нормально дышишь Ну вот, поздравляю. Страшно не было. Было необычно, когда ты идешь и понимаешь, что ты горишь. И потом ты начинаешь чувствовать запах. Понимаешь, что запах горя идет от тебя. Ну, ребята быстро потушили. Из бревен, без гвоздей, выживальщики могут построить жилье в глухом лесу. Ребята выбрали это место, потому что здесь очень удобно. Можно верхнюю планку поместить, разместить. Ее не надо крепить гвоздями, еще что-то. Достаточно между деревьями зажать. И прямо отсюда пускать уже скаты по бокам. Костер вот здесь должен быть. А, все, понял. И вот параллельно вот этим двум столбам. И это. В данном случае получилось временное убежище типа навеса. То есть, одна часть идет скат, а к другой части уводится костер. И лучше всего еще ставится экран. Экран это стенка из дерева, либо, ну, конечно, лучше из камня. Но, как бы, в условиях леса сложно найти камень. Поэтому деревянная стенка напротив костра, с другой стороны от входа. И она будет отражать все тепло, и все тепло будет уходить под навес. Вот таким образом можно переночевать, провести ночь в лесу. Даже, ну, при минусовой температуре. Неприятности какие-то точно будет. Потому что человек природу уже настолько затюкал и заплющил, что наверняка природа в обратку там какой-нибудь тоже выдвинет. Ультиматум. Что-то возможно. В последнее время фразу «глобальное потепление» мы слышим все чаще. Но мало кто задумывается, что на самом деле это значит. Вот здесь идет потепление, здесь должно идти похолодание. Но потепление в какой-то мере идет по всей планете, потому что очень сильный вот этот антропогенный фактор. И он проявляется и в Антарксиде. Действительно, западный ледник здорово начал таять. Таяние ледников, арктических льдов и увеличение температуры воды в мировом океане приведет к затоплению части суши. В нашей стране первой под угрозу попадет Сибирь. Ученый Николай Жарвин уверен, потопу «Бэть» у него своя версия мировой катастрофы. Смысл ее такой, что вот рифтовая система, которая проходит вот по Атлантическому океану, заходит в Индийский океан и дальше идет по Тихому океану, это не просто такая спокойная и милая трещина. При определенных условиях она может превращаться в огромный линейный вулкан. Трещина, по словам Жарвина, это шов, соединяющий две огромные литосферные плиты, евразийскую и североамериканскую. Глобальное потепление приведет в первую очередь к таянью ледников Гренландии. По закону Архимеда, земная кора устремится вверх и образуется трещина невероятных размеров, в которую хлынет океанская вода, встретив на своем пути кипящую лаву. Итог – паровой взрыв. В разных районах будет разная степень вот этих взрывов. Наиболее сильных будут здесь, вот, в Северной Атлантике. По мнению Жарвина, трещина будет с невероятной скоростью ползти по дну океанов, вызывая страшнейшие землетрясения и цунами. Проснутся вековые вулканы, небо затянут, облака дыма. Наступит новый ледниковый период. Почему-то люди экологических катастроф почему-то не боятся. А на самом деле они страшные, очень страшные. И это опять вообще приближаемся к истории гибели Атлантиды, которые сами себя погубили, потому что они решили, что их знания, их могущество выше высших сил, высшие силы их наказали. Исследователь из Нижнего Новгорода Александр Редько считает, всемирный потоп не возмездие, а инструмент планетарной эволюции. Он называет его перезагрузкой. Эволюционно можно рассматривать три стадии эволюции. Это человек биологический, человек разумный и человек духовный. Они отделены между собой огромными временными расстояниями. Человек биологический возник примерно 3,5 миллиона лет назад. И все это время он совершенствовался. То есть как отрабатывалась его модель, отрабатывался его мозг. Следующая ступень эволюции, по мнению Александра Редько, описана в Библии, а точнее в Ветхом Завете. Это Адам, модель человека разумного. Это тот человек, который уже вступает в эпоху цивилизаций, у которого появляется общество, у которого появляются законы, города, разумные средства производства, какой-то социальная жизнь. И вот такой разумный человек возник только примерно 6 тысяч лет назад. Но и этот вариант человека постепенно исчерпал себя. Природе требовался еще один усовершенствованный вариант. Тогда и произошел всемирный потоп, который описан в Ветхом Завете. Библейская легенда о Ное, построившем ковчег, в котором он сумел спастись от вод всемирного потопа, подтверждает гипотезу исследователя. Ведь именно потомки Ноя остались жить на земле после катастрофы. А потом надо было произвести перезагрузку. Каким-то образом сформированные, наконец, особи достойные следующего шага эволюционного должны были исчезнуть. И тогда произошел вот этот потоп. Остались достойные эволюции. Из них потом возникло разумное человечество. Катастрофа, которую ожидает мир в 2012 году, всего лишь очередной этап эволюции, считает исследователь. Произойдет вот такая опять очередная эволюционная биологическая перезагрузка, очередной шаг в естественном отборе человечества. Опять большинство из нас якобы должно исчезнуть. Останутся избранные, которые в силу, так сказать, своего развития нынешнего получат перезагрузку. У них придет новая команда. У них придет новая программа. И они станут другими. Внешне нет, внутренне да. Более высокодуховными. Людьми, которые откажутся от техногенного пути развития цивилизации в пользу духовного. Откажутся от потребительского общества в пользу общества гармонии с природой. Но человечество не намерено сдаваться. Многие уже сейчас готовятся к катаклизму. Образцом для подражания стал Ноев Ковчег. Тайна Ноева Ковчега, безусловно, будоражит умы уже, так сказать, давным-давно. Но Ноев Ковчег – это следствие. Причиной является Всемирный потоп. Так вот, что такое Всемирный потоп? И почему он произошел? А потом уже будем говорить о Ноевых Ковчеге. Потому что в истории около двухсот Ноевых Ковчегов. И у каждого есть свой так называемый Ной. Один из российских изобретателей, Евгений Убейко, подобно библейскому Ною, сконструировал Ковчег наших дней. Катастрофы периодически происходят, с определенной периодичностью где-то около 10 тысяч лет, от 5 до 10 тысяч лет. То есть, ну, в примере всем известных катастрофах – библейский потоп, а маленькая его модель – это вот японское землетрясение в марте месяце этого года. Таким образом, если бы у человечества были эти средства защиты, у человечества было намного проще. Я, насколько знаю, что японские корпорации приступили к выпуску подобных устройств, облегченных, более дешевых, и у них около 600 заказов уже есть. Называется Ноевь Ковчег. Ковчег Убейко оснащен комнатой отдыха, системой вентиляции, санузлом, кладовой для продуктов и складом для необходимых вещей. Ковчег рассчитан на 4-х человек, но при необходимости может вместить до 20. Ну, если это будет комплектация первого класса, то есть с кислородными баллонами, с воздушными, с поглотителем углекислого газа, с влагопоглотителями, то есть здесь можно будет продержаться до 40 суток, не открывая этот модуль, не выходя на поверхность. Ковчегу Евгению Убейко не страшна ни одна из природных стихий. Он не горит в огне, не пропускает ядовитый воздух извне, достаточно прочный на случай землетрясений, не тонет в воде и абсолютно герметичен. Однако не все эксперты встретили идею создания ковчегов с энтузиазмом. Я пока просто элементарный вопрос хочу, чтобы задали себе люди. А когда они выйдут из этой капсулы, они что будут есть, они что будут носить? Потому что чаще всего капсулы такие дорогие могут купить, конечно, очень богатые люди. Но именно эти люди не умеют себе жизнью обеспечивать ничем. Откуда они будут брать еду? А потом давайте возьмем, даже если они захотят что-то сами съесть, они где возьмут? Все погибло. Конец света предполагается, что конец всему миру. Потому что жизнь на Земле, сама Вселенная создавалась из света. И конец света, это значит конец всему. Там не будет ничего. Но эту проблему пытаются решить ученые. В Норвегии на архипелаге Свальбард начали возводить ноев ковчег для растений. Эту программу финансирует государство. Хранилище находится на глубине в 130 метров. Стены ковчега способны выдержать ядерный удар. Образцы семян, наиболее ценных сельскохозяйственных растений, будут храниться в трех больших комнатах. Там поддерживается постоянная температура, и семена смогут храниться вечно. Но и в ковчег вместит 500 тысяч образцов различных культур. Что позволит восстановить тот или иной вид флоры в случае его полного исчезновения. Чтобы выжить в катаклизме, людям придется спуститься под землю, считают эксперты. Скажем, американцы построили в горах скалистых, Европа построила в Гринландии так называемое убежище судного дня, куда только Белгиз вложил около миллиарда долларов. Перевезены запасы продовольствия, так сказать, и так далее, и так далее. Китай построил в районе горы Кайлас, поэтому эта зона закрыта для путешественников. Есть у нас такие убежища. Наберите гора Имантао в интернете и увидите, какой комплекс подземный для руководства страны строится там. Убежища гражданской обороны, то есть бункеры, с давних времен служили людям защитой во времена различных войн. Вмещали сотни человек, в них укрывали детей и раненых, спасались от бомбежек и наводнений. Эксперты советуют разузнать местонахождение ближайшего к дому или офису убежища гражданской обороны. Вдруг пригодится. Но укрытий на всех не хватит. К сожалению, нужно признать, что только 20, наверное, процентов сооружений годны для присутствия там людей. От силы это будет около 4 тысяч человек, обслуживающих бункера, и около полутора миллионов людей спастись могут. Причем не в самом лучшем и удобном они будут там состоянии проживать. Бункер обеспечивает защиту от традиционной пыли, от химического и биологического заражения, от ударной волны, от землетрясения, наводнения и даже от падения метеорита. Но на случай конца света бункер не спасение, а лишь возможность продлить свою жизнь на период от нескольких дней до нескольких недель. Ждать конца света или нет, воспринимать его как неизбежность или вообще об этом не думать, каждый решает сам для себя. Оксана Плаксина конца света не боится. Я не думаю, что концом света закончится перерождение жизни, что это бессмысленный вопрос. Я считаю, что даже если на этой планете закончится существование, то рано или поздно вселенский разум, или энергия, или то, что в религиях принято называть Богом, оно снова возродит этот процесс. Оксана уверена, что бы ни случилось на земле, жизнь не остановится, ведь душа человека вечна. Девушка говорит, что не впервые живет на этом свете. Однажды в детстве ей приснился сон, в котором она увидела момент собственной смерти. Оксана бежала по пустыне. Сзади раздался конский топот и голоса. Как бы за мной была погоня. Мне очень хотелось пить обжигающий песок под ногами, обжигающий воздух. Так как знала хорошую местность, я знала, где можно уторить свою жажду. Но выбор был либо бежать дальше, умереть от жажды, либо разрыть песок в колодце, найти колодец, осыпанный ей на пиццу. Девушка подбежала к колодцу. Набрала в руки мутную воду, но едва начала пить, как почувствовала, что ее схватили за горло. Когда его пальцы очень толстые, неприятные, человек был в высокой степени ожирения. Сомкнулись на моей шее, они становились все толще и толще. Я как бы, ну как можно сейчас сказать, худела, я усыхала просто. То есть в момент умирания сознания, в принципе, он не произошел. Тело само уменьшилось дикого, то есть практически до клеточки. Выросло снова. Сначала девушка не придала этому значения, но сон повторялся вновь и вновь. Оксана запомнила его до мельчайших подробностей. Я на этой фотографии похожа на себя в прошлой жизни, только одежда была, естественно, другая. Тут и Петербург, 20 век, там была Марокко, да, как бы средние века. Ну, одежда другая. Были шаровары черные сбоку, такие разрезанные, именно черные. Уверенность в том, что увиденное во сне это воспоминание из прошлой жизни, пришла сама собой. И теперь Оксана не боится смерти, тем более стихийных бедствий и катаклизмов. Говорит, рано или поздно душа каждого человека на свете вернется на Землю в новой оболочке. На Востоке верят. Человек способен сохранить не только душу, но и тело. Это самоконсервация. Путем высокого состояния духа получается искусство владеть своим телом настолько, что можно остановить процессы его разрушения. В состоянии Самадхи биологические часы остановлены. Замедляется дыхание, сердцебиение, обмен веществ. Но человек продолжает жить. В долине с пяти есть монастырь Гью в пяти километрах от китайской границы на индийской территории. Там сидит лама, которому 500 с лишним лет. Мы его осмотрели. У него подвижные суставы. У него не сгнили хрящи, которые в первую очередь исчезают. То есть нос, ушные раковины, губы. Но именно в состоянии естественной консервации человек может пережить любую, даже планетарную, катастрофу. Есть легенда, что в пещерах Кайласа находятся люди, жившие на Земле до Всемирного потопа. Их обнаружила исследовательская экспедиция Эрнста Молдашева. Вот эти люди, вот я их видел, вот эти люди, некоторые огромного роста, некоторые меньше, они сидят и вот в этих вот позах бунта. Ну и вполне понятно, вполне понятно, что здесь ты начинаешь верить в то, что, значит, индийские с вами, это высший религиозный чин, они говорят о том, что состояние самати длится тысячи миллионов лет. То есть тело законсервировано. Но нужно одно условие. Температура плюс 4 градуса. Экспедиция Эрнста Молдашева разыскала 6 подземных пещер, в каждой из которых находились законсервированные люди. И все они были практически недоступны для человека. Достигнуть вот так поздороваться человеком в самате невозможно. Там существует так называемый, как они называют, вот и четко переводили мне на английский язык, психоэнергетический барьер. Психоэнергетический барьер это то, что ты пройти не можешь. Вот они очень разных видов. Один психоэнергетический барьер. Ты только эту зону проходишь, ты слепнешь на время. Другая зона. Вот я, к счастью, засунул туда вот только руку вначале. Эта рука у меня онемела и долго не отходила. Третье, это чувство страха. Четвертое, чувство негодования и там подобное. Они очень разнообразны. Но человек пройти не может. Но видеть ты их можешь. Возможно, они сознательно защитили свои подземные убежища, надеясь пережить не только всемирную катастрофу, но и долгий период, во время которого Земля будет восстанавливаться, чтобы стать вновь пригодной для жизни. Система Сети обнаружила вне пределов Солнечной системы несколько очень больших объектов, которые движутся по направлению к нашей планете. Загадочные объекты имеют поистине циклопические размеры. 240 километров в длину и 80 километров в ширину. Астрономы не исключают, что это космические корабли, принадлежащие некой внеземной цивилизации. Расчетное время их прибытия на Землю конец 2012 года. Как только эта информация попала в интернет, тут же было опубликовано опровержение. Утверждалось, что фотографии, на которых запечатлены таинственные объекты, подделка. Однако вызывает удивление следующий факт. Осенью 2010 года в ООН впервые в истории утверждена должность космического посла. Это постоянная, так сказать, некая опасность, которая нуждается в быстром оперативном управлении из единого центра. Есть один человек, избранный астрофизикой из Малайзии, женщина, которая должна, значит, уступить в контакт с инопланетянами. Ее имя Мазлан Отман. Долгое время она возглавляла агентство ООН по проблемам космического пространства, а теперь стала первым официальным лицом, который отвечает за контакт с пришельцами. Земля недавно пытается установить контакт с представителями внеземного разума. Одни видят в них дружественную цивилизацию, другие уверены, задача инопланетян захватить Землю и колонизировать ее. Вообще, мне кажется, давно пора перестать применять термин инопланетяне. Надо говорить об иномирянах. Это могут быть параллельные миры, лучистые человечества, жители других галактик, межзвездных, других вселенных, других измерений. Очень глупо искать в космосе только таких, как мы. Аргентинские ученые Серхио Тоскана называют концом света день вторжения на Землю инопланетной цивилизации. Некоторые российские ученые уверяют, что Землю контролирует космический флот, состоящий из 300 инопланетных кораблей. А контактеры говорят, что это земляне мешают инопланетной расе спокойно жить, пытаясь осваивать космос. Представляют ли инопланетяне реальную угрозу для человечества? До сих пор неизвестно. Создается некий образ инопланетян, как потенциальных врагов. Фактически копируется образ наших же человеческих, агрессивных, штампов, стереотипов поведения и задач, которые инопланетян выполняют, освоение территории, добыча полезных ископаемых, превращение в наш слуг, это мы сами, вот это отражение. То есть, как будто мы в космосе должны найти вот только таких. Елена Перепелкина профессиональный контактер. Говорит, что инопланетяне может и хотели бы стать дружественной нам расой, но опасаются реакции людей. В отличие от землян, представители внеземных цивилизаций не нарушают спокойствие нашей планеты. Инопланетяне гости редкие в наших местах. В смысле, пролетает очень много этих летательных аппаратов. Это да. Это тут все, весь космос кишет. Вот. Но высадками на Землю они не грешат. Елена Перепелкина уверена, инопланетяне изучают нас, заочно знакомятся, но мыслей о вторжении или порабощении у них вовсе нет. Конец света, конец света, конец света, мне известно следующее, конца света уже не будет, потому что он уже был. Конец света, по словам Перепелкиной, был очень давно. Наша цивилизация была стерта с лица Земли природным катаклизмом. Именно такую информацию получила женщина от инопланетян. Было бурное общение, и я явно понимала, что я имею дело с несобственным мозгом, потому что выражения, которые мне не просто не свойственны, и многих слов я даже не знала. Иногда после разговора с кем-то я лезла, доставала словарь и смотрела, что же, что же это такое, есть ли оно, это слово в нашем русском языке, если есть, то что же оно значит. Контактер Елена Перепелкина утверждает, что инопланетный разум желает нам добра. В связи с техническим прогрессом человечество перестало следить за экологией. Отношение к природе больше потребительское, чем уважительное. Если когда-нибудь потребуется восстановить экологический баланс, именно инопланетная раса готова будет прийти к нам на помощь. За всю историю человечества невозможно пересчитать количество предсказанных дат конца света. Этим занимались религиозные деятели, предсказатели, колдуны, экстрасенсы и даже исторические персонажи. Например, Исаак Ньютон, исследовавший текст книги пророка Даниила, был уверен, что конец света придется на 2060 год. Даты конца света определить, ну, посчитать невозможно. Это связано в первую очередь с тем, что конец света это такая категория, которая возникает так или иначе во всякой цивилизации, которая возникает, ну, по крайней мере, в тех, которые нам известны. И возникает непостоянно. В общем, даже количество праздников как-то можно сопоставить с количеством концов света и дат, которые предсказываются. Наибольшим уважением до сих пор пользуются предсказания Нострадамуса. Согласно одному из его пророчеств, конец света произойдет в 2035 году. А великая предсказательница Ванга предрекала конец света в первой половине 21 века. В начале января 2012 года в Новой Зеландии выбросились на берег 25 черных дельфинов. Подобные явления начали происходить с начала 90-х годов 20 века. Морские млекопитающие киты и дельфины стали главными предвестниками грядущей катастрофы. В последние 30, может быть, 40 лет очень сильно меняется рисунок структуры силовых полей магнитного поля Земли. В связи с этим птицы теряют свои обычные места миграции и могут полететь совершенно в противоположное место. Киты и дельфины выбрасываются на берега, потому что и те, и другие руководствуются направлением силовых полей магнитного поля. Смена магнитного поля происходила и раньше. В результате смещения магнитного поля на Земле происходила глобальная катастрофа, уничтожающая все живое, а затем жизнь возрождалась вновь. Возможно, именно эти события раньше считали концом света, сегодня их называют Великим Переходом. Мы из трехмерного пространства переходим в четырехмерное и постепенно вот как раз во время Великого Перехода у нас будет наслоение пространства трехмерного 16 января 2011 года жители китайской провинции Цзянси наблюдали необычное явление. На небе было сразу два заходящих солнца. Это знак приближающегося Великого Перехода, о котором говорили пророки и предсказатели. Будут появляться странные объекты, которые мы никогда не видели из четырехмерного пространства, будут соответствующие два солнца. Вот и Фатимским посланием в 17-м году передавил, говорится, что действительно у вас будет явление двух солнцев. И роковая дата 21 декабря 2012 года имеет прямое отношение к этому событию. Космические тела на небе выстроятся таким образом, что временно изменят баланс магнитного поля Земли и спровоцируют переполюсовку. Событие привязано к 21 декабря по очень интересной причине. Все планеты, система нашей выстроится на одной прямой линии направленной центр галактики. То есть все, что существует во Вселенной при таких событиях, поднимается на одну ступеньку развития выше, больше, дальше, по уровню своего развития. И вот это событие произойдет этот момент во всей системе галактики. То есть изменится характер взаимодействия планет системы с галактикой, изменятся структурные полиэнергетики, и человек перейдет на новую ступень свою лиционную развитие. Психоаналитик Галина Угличина уверена, что ажиотаж вокруг конца света нагнетается еще и тем, что изменение магнитного поля влияет на психику людей. У многих развивается панический страх. Чем ближе к моменту перехода подходит Земля и человечество, тем эти магнитные поля все резче и резче меняют свое направление. Они как бы сходят с ума. Но на самом деле сходят с ума не только магнитное поле. Оно, как известно, оказывает огромное влияние на человеческий мозг. Галина Угличина утверждает, что людей страшит не только смерть всего живого на Земле. Неизвестность это самое страшное, что может быть. А если человек скажет, что понятно, я перехожу как тогда из одного пространства в другое и просто начинаю жить по-другому, он будет спокойнее. Это называется мудростью. Геннадий Солнечный уверен, великий переход Земля совершит лишь тогда, когда человечество будет к этому готово. За этим следят наши космические кураторы. Геннадий утверждает, один раз конец света уже отменяли. Еще в 72-м году это была такая критическая дата, когда человечество не успело в своем развитии. И наши кураторы, высшие представители высшей цивилизации, они с этой проблемой столкнулись. Просто Солнце в 72-м году расширилось с орбиту Юпитера, и Земля просто должна была быть сожжена в этих энергиях. Эта катастрофа должна была полностью уничтожить жизнь на Земле. Однако космическое сообщество решило помочь землянам. Когда доложили, что не выживет ни один человек, то предложили план просто защитить Землю на время защитным полем, соответственно, и нам просто показывали какое-то время голограмму всем. Просто создали наше небо, а на самом деле нас накрыли и в какое-то время защищали от этой активности Солнца, потом оно нормализовалось. Наступит ли в декабре 2012 года конец света? Есть надежда, что землянам снова помогут братья по разуму и планетарные катастрофы снова удастся избежать. Сейчас есть информация, что возможно дадут еще два года человечеству на то, чтобы оно одумывалось и так далее. Но переплицовка может и в любой момент произойти. Со времен всемирного потопа день, когда наступит очередной конец света, был рассчитан неоднократно. Но мрачные пророчества ни разу не сбылись. Сегодня мы все чаще слышим новую дату всемирной катастрофы 21 декабря 2012 года. И удивительное совпадение. Мы снова видим, что здесь фигурирует число зверя 666. Что произойдет в этот день, мы узнаем уже очень скоро. с трехмерного и четырехмерного и четырехмерного. 16 января 2011 года жители китайской провинции Цзянси наблюдали необычное явление. На небе было сразу два заходящих Солнца. Это знак приближающегося Великого Перехода, о котором говорили пророки и предсказатели. Будут появляться странные объекты, которые мы никогда не видели из четырехмерного пространства. Будут соответствующие два Солнца. Вот и Фатимским посланием в 17-м году передавило, говорится, что действительно у вас будет явление двух Солнцев. Ироковая дата 21 декабря 2012 года имеет прямое отношение к этому событию. Космические тела на небе выстроятся таким образом, что временно изменят баланс магнитного поля Земли и спровоцируют переполюсовку. Событие привязано к 21 декабря по очень интересной причине. Все планеты, система нашей выстроится на одной прямой линии, направленной центр галактики. То есть все, что существует во Вселенной при таких событиях поднимается на одну ступеньку развития выше, больше, дальше, по уровню своего развития. И вот это событие произойдет этот момент во всей системе галактики. То есть изменится характер взаимодействия планет системы с галактикой, изменятся структурные полиэнергетики, и человек перейдет на новую ступень своего лица в развитии. Психоаналитик Галина Угличина уверена, что ажиотаж вокруг конца света нагнетается еще и тем, что изменение магнитного поля влияет на психику людей. У многих развивается панический страх. Чем ближе к моменту перехода подходит Земля и человечество, тем эти магнитные поля все резче и резче меняют свое направление. Они как бы сходят с ума. но на самом деле сходят с ума не только магнитное поле. Оно, как известно, оказывает огромное влияние на человеческий мозг. Галина Угличина утверждает, что людей страшит не только смерть всего живого на Земле. Неизвестность это самое страшное, что может быть. А если человек скажет, что понятно, я перехожу как тогда, из одного пространства в другое и просто начинаю жить по-другому, он будет спокойнее. Это называется мудростью. Геннадий Солнечный уверен, великий переход Земля совершит лишь тогда, когда человечество будет к этому готово. За этим следят наши космические кураторы. Геннадий утверждает, один раз конец света уже отменяли. Еще в 1972 году это была такая критическая дата, когда человечество не успело в своем развитии. И наши кураторы, представители высшей цивилизации, они с этой проблемой столкнулись. Просто Солнце в 1972 году расширилось с орбиту Юпитера и Земля выросла снова. Сначала девушка не придала этому значения, но сон повторялся вновь и вновь. Оксана запомнила его до мельчайших подробностей. Я на этой фотографии похожа на себя в прошлой жизни, только одежда была естественно другая. тут Петербург, 20 век, там была Марокко, средние века. Одежда другая, были шаровары черные сбоку, такие разрезанные, именно черные. Уверенность в том, что увиденное во сне это воспоминание из прошлой жизни пришла сама собой. И теперь Оксана не боится смерти, тем более стихийных бедствий и катаклизмов. Говорит, рано или поздно душа каждого человека на свете вернется на землю в новой оболочке. На Востоке верят, человек способен сохранить не только душу, но и тело. Это самоконсервация. Путем высокого состояния духа получается искусство владеть своим телом настолько, что можно остановить процессы его разрушения. В состоянии самадхи биологические часы остановлены. Замедляется дыхание, сердцебиение, обмен веществ. Но человек продолжает жить. В долине Спяти есть монастырь Гью в пяти километрах от китайской границы на индийской территории. Там сидит лама, которому пятьсот с лишним лет. Мы его осмотрели, у него подвижные суставы, у него не сгнили хрящи, которые в первую очередь исчезают нос, ушные раковины, губы. Но именно в состоянии естественной консервации человек может пережить любую, даже планетарную катастрофу. Есть легенда, что в пещерах Кайласа находятся люди, жившие на Земле до Всемирного потопа. Их обнаружила исследовательская экспедиция Эрнста Молдашева. Вот эти люди, вот я их видел, вот эти люди, некоторые огромного роста, некоторые меньше, они сидят и вот в этих позах Бунда. Ну и вполне понятно, вполне понятно, что здесь ты начинаешь верить в то, что значит индийские с вами, это высший религиозный чин, они говорят о том, что состояние самати длится тысячи миллионов лет, то есть тело законсервировано, но нужно одно условие, температура плюс 4 градуса. Экспедиция Эрнста Молдашева разыскала шесть подземных пещер, в каждой из которых находились законсервированные люди. И все они были практически недоступны для человека. Здесь идет скат, а к другой части уводится костер, и лучше всего еще ставится экран. Экран это стенка из дерева, либо, ну, конечно, лучше из камня, но как бы в условиях леса сложно найти камень, поэтому деревянная стенка напротив костра, с другой стороны от входа, и она будет отражать все тепло, и все тепло будет уходить под навес. Вот таким образом можно переночевать, провести ночь в лесу, даже при минусовой температуре. неприятности какие-то точно будет, потому что человек природу уже настолько затюкал и заплющил, что наверняка природа в обратку там какой-нибудь тоже выдвинет ультиматум. что-то возможно. В последнее время фразу глобальное потепление мы слышим все чаще, но мало кто задумывается, что на самом деле это значит. Вот здесь идет потепление, здесь должно идти похолодание, но потепление в какой-то мере идет по всей планете, потому что очень сильный вот этот антропогенный фактор, и он проявляется и в Антарксиде, действительно западный ледник здорово начал таять. Таяние ледников, арктических льдов и увеличение температуры воды в мировом океане приведет к затоплению части суши. В нашей стране первый под угрозу попадет Сибирь. Ученый Николай Жарвин уверен, потопу Бэть у него своя версия мировой катастрофы. Смысл ее такой, что вот рифтовая система, которая проходит вот по Атлантическому океану, заходит в Индийский океан и дальше идет по Тихому океану. Это не просто такая спокойная и милая трещина. При определенных условиях она может превращаться в огромный линейный вулкан. Трещина по словам Жарвина это шов соединяющий две огромные литосферные плиты евразийскую и североамериканскую. Глобальное потепление приведет в первую очередь к тайнью ледников Гренландии. По закону Архимеда земная кора устремится вверх и образуется трещина невероятных размеров, в которую хлынет океанская вода, встретив на своем пути кипящую лаву. Итог паровой взрыв. В разных районах будет разная степень вот этих взрывов. Наиболее сильных будут здесь вот. По имени его Евангелие Атеана. И это библейское пророчество уже сбылось. В 2001 году американские ученые разработали электронный чип имплантант. Размер устройства не превышает рисового зернышка, поэтому разработчики предложили вживлять чип под кожу. Предполагается, что с его помощью можно будет оплачивать покупки, открывать дверь собственного дома, выходить в интернет. Плюс ко всему вживленный чип сможет заменить все необходимые документы, включая паспорт и водительское удостоверение. Однако мистически настроенные натуры видят в чипе имплантант метку сатаны, которая возвещает о приближении конца света. Есть еще одно библейское пророчество. Перед судным днем в Иерусалиме должно закончиться строительство третьего храма Соломона. Проект уже готов, существует его трехмерная модель, более того, собрана ритуальная утварь, которая украсит храм и сделает его функциональным. Остается только наблюдать за ходом строительства и ждать, сбудется ли это пророчество. Иерусалим храм гроба господня. На Пасху с раннего утра территория храма и его окрестности заполнены десятками тысяч паломников. Все с нетерпением ждут чуда. Город буквально переполнен, яблоку негде упасть. И не только там христиане, там иудеи, это канун, это завершение иудейской Пасхе, там и мусульмане, но подавляющее число это христиане православного вероисповедания. Тесно в Иерусалиме. Храм озаряют яркие всполохи света, между колоннами мелькают молнии, патриарх возносит молитвы и в лампаде над гробом Господним вспыхивает пламя. Одновременно с этим в храме и на площади загораются свечи, в толпе раздается крик восторга и потрясения. Благодатный огонь сходит с небес лишь раз в году на Пасху. Чудо происходит уже более двух тысячелетий. Считается, что в год, когда Благодатный огонь не сойдет, наступит конец света. Так является ли схождение Благодатного огня настоящим чудом? И стоит ли верить этому страшному пророчеству? Сейчас большая шумиха пошла вокруг Благодатного огня в Иерусалиме дьякон Андрей Кураев сомневается в ее подлинности. Он считает, что там буквально зажигалка работает. Есть, конечно, аргументы против этого. Поддержку. Пронести в храм спички или горючие вещества невозможно. Местные власти бдительно следят за чистотой эксперимента. Перед церемонией каждый уголок храма обыскивают, а часовню над гробом Господним, где проходит схождение Благодатного огня, даже опечатывают. Мона. Проект уже готов. Существует его трехмерная модель. Более того, собрана ритуальная утварь, которая украсит храм и сделает его функциональным. Остается только наблюдать за ходом строительства и ждать, сбудется ли это пророчество. Иерусалим. Храм гроба Господня. На Пасху с раннего утра территория храма и его окрестности заполнены десятками тысяч паломников. Все с нетерпением ждут чуда. Город буквально переполнен. Яблоку негде упасть. И не только там христиане, там иудеи. Это завершение иудейской Пасхи. Там и мусульмане, но подавляющее число это христиане православного вероисповедания. Тесно в Иерусалиме. Храм озаряют яркие всполохи света. Между колоннами мелькают молнии. Патриарх возносит молитвы и в лампаде над гробом Господнем вспыхивает пламя. Одновременно с этим в храме и на площади загораются свечи. В толпе раздается крик восторга и потрясения. Благодатный огонь сходит с небес лишь раз в году на Пасху. Чудо происходит уже более двух тысячелетий. Считается, что в год когда благодатный огонь не сойдет наступит конец света. Так является ли схождение благодатного огня настоящим чудом? И стоит ли верить этому страшному пророчеству? Сейчас большая шумиха пошла вокруг благодатного огня в Иерусалиме. Дьякон Андрей Кураев сомневается в ее подлинности. Он считает что там буквально зажигалка будет. Есть конечно аргументы против этого. Поддержку. пронести в храм спички или горючие вещества невозможно. Местные власти бдительно следят за чистотой эксперимента. Перед церемонией каждый уголок храма обыскивают, а часовню над гробом Господнем, где проходит схождение благодатного огня, даже опечатывают. Как же появляется благодатный огонь? Один из священников открывает нишу в углу часовни, где его никто не видит. Зажигает свою свечу от одной из лампад и восклицает «Сошел свет и смилостивился Христос». Это свидетельство очевидца, который жил в Иерусалиме в начале 13 века. Возможно, он был прав, но как объяснить еще одно чудо? Почему благодатный огонь не обжигает? Верующие подносят горящие свечи к лицу и волосам и даже умываются огнем. Химики называют этот эффект холодным горением. Это одна из низкотемпературных разновидностей пламени в химии. Гореть таким огнем могут многие эфиры. Самый известный этиловый эфир борной кислоты. Первые минуты горения пламя имеет голубоватый оттенок и низкую температуру. Аргентинский ученый Серхио Тоскана называет концом света день вторжения на Землю инопланетной цивилизации. Некоторые российские ученые уверяют, что Землю контролирует космический флот, состоящий из 300 инопланетных кораблей. А контактеры говорят, что это земляне мешают инопланетной расе спокойно жить, пытаясь осваивать космос. Представляют ли инопланетяне реальную угрозу для человечества? До сих пор неизвестно. Создается некий образ инопланетян как потенциальных врагов. Фактически копируется образ наших же человеческих агрессивных штампов, стереотипов поведения и задач, которые инопланетян выполняют, освоение территории, добыча полезных ископаемых, превращение в наш слуг. Это мы сами это отражение. То есть как будто мы в космосе должны найти вот только таких. Елена Перепелкина профессиональный контактер. Говорит, что инопланетяне может и хотели бы стать дружественной нам расой, но опасаются реакции людей. В отличие от землян, представители внеземных цивилизаций не нарушают спокойствие нашей планеты. инопланетяне инопланетяне гости редкие в наших местах. В смысле пролетает очень много этих летательных аппаратов. Это да. Это тут все весь космос кишит. Вот. Но высадками на землю они не грешат. Елена Перепелкина уверена, инопланетяне изучают нас, заочно знакомятся, но мыслей о вторжении или порабощении у них вовсе нет. Конец света, конец света, конец света, мне известно следующее, конца света уже не будет, потому что он уже был. Конец света, по словам Перепелкиной, был очень давно. Наша цивилизация была стерта с лица земли природным катаклизмом. Именно такую информацию получила женщина от инопланетян. Было бурное общение, и я явно понимала, что я имею дело с несобственным мозгом, потому что выражения, которые мне не просто не свойственны, и многих слов я даже не знала. Иногда после разговора с кем-то я лезла, доставала словарь и смотрела, что же это такое, есть ли оно, это слово в нашем русском языке, это есть, то что же оно значит. Контактер Елена Перепелкина утверждает, что инопланетный разум желает нам добра. В связи с техническим прогрессом человечество перестало следить за экологией. Отношение к природе больше потребительское, чем уважительное. Если когда-нибудь потребуется восстановить экологию, вот этого галактической выпуклости, в котором есть темный коридор, который называется еще темный разрыв. И проходя по этому коридору, Солнце как бы заново рождается, то есть получается новое галактическое рождение или переход в новую эпоху. Такие события случаются раз в 25 тысяч лет. Они всегда сопровождаются стихийными бедствиями и катастрофами. У ацтеков описано пять таких катастроф, одна из которых была человеческая цивилизация, подвержена урагану, потом каменному дождю, третья какому-то огненному ветру, четвертая потопа. Вот что это будет в великое землетрясение, когда ничего вообще не останется. Великие индейцы имели в виду не конец всего живого, а конец эпохи. До появления племени Майя существовало еще четыре цивилизации. На языке Майя четыре солнца. В своем календаре они отметили начало пятого солнца, пятой цивилизации. В данном контексте будет правильно сказано переход от эпохи рыб в эпоху водолея. Естественно, так как у нас в каждую эпоху было написано в священных текстах Майя, ацтеков, каждая катастрофа, каждый новый цикл отмечается какой-то катастрофой. Дмитрий Колесников один из тех, кто учит людей выживать в экстремальных условиях. Людей, желающих подготовить себя на всякий случай, с каждым днем становится все больше. Даже если не брать всякие истории, что там произойдет с нашим миром, в принципе, это нужно знать и уметь. Даже на примере прошлого Нового года в Подмосковье, когда там было отключено от света электричество несколько тысяч людей, там не надо далеко ходить и говорить про конец света. Вот, конец для некоторых наступил. Нету света две недели, нету воды, нету тепла, нету электричества. Люди некоторые не знали даже, как действовать и как себя вести. Вот пример элементарный. Настоящие выживальщики в такой ситуации не растерялись бы. Более того, они одни из немногих не боятся находиться с природой один на один. Пытаются найти общий язык со стихиями. Например, обуздать страх перед окнем. Пошел. Повеселее, повеселее, Володь, повеселее. Еще капельку веселее. Падай, подай, подай, подай. Так, нормально дышишь в туалет? Да. Между колоннами мелькают молнии. Патриарх возносит молитвы и в лампаде над гробом Господнем вспыхивает пламя. Одновременно с этим в храме и на площади загораются свечи. В толпе раздается крик восторга и потрясения. Благодатный огонь сходит с небес лишь раз в году на Пасху. Чудо происходит уже более двух тысячелетий. Считается, что в год, когда благодатный огонь не сойдет, наступит конец света. Так является ли схождение благодатного огня настоящим чудом? И стоит ли верить этому страшному пророчеству? Сейчас большая шумиха пошла вокруг благодатного огня в Иерусалиме. Дьякон Андрей Кураев сомневается в ее подлинности. Он считает, что там буквально зажигалка работает. Есть, конечно, аргументы против этого. Поддержку. Пронести в храм спички или горючие вещества невозможно. Местные власти бдительно следят за чистотой эксперимента. Перед церемонией каждый уголок храма обыскивают, а часовню над гробом Господним, где проходит схождение благодатного огня, даже опечатывают. Как же появляется благодатный огонь? Один из священников открывает нишу в углу часовни, где его никто не видит, зажигает свою свечу от одной из лампад и восклицает «Сошел свет и смилостивился Христос!» Это свидетельство очевидца, который жил в Иерусалиме в начале 13 века. Возможно, он был прав, но как объяснить еще одно чудо? Почему благодатный огонь не обжигает? Верующие подносят горящие свечи к лицу и волосам и даже умываются огнем. Химики называют этот эффект холодным горением. Это одна из низкотемпературных разновидностей пламени в химии. Гореть таким огнем могут многие эфиры. Самый известный этиловый эфир борной кислоты. Первые минуты горения пламя имеет голубоватый оттенок и низкую температуру. Знали о холодном горении вспомнить библейскую легенду о неопалимой купине. Из горящего куста, который горит, но не сгорает, раздался голос Бога, который призвал Моисея вывести народ Израиля из Египта в землю обетованную. Купина или есенец ядовитое травянистые растения семейства рутовых. Научное название дистамнус. В переводе означает карающий кост. На его листьях можно увидеть многочисленные железки, которые выделяют эфирные масла. В теплый день эфир испаряется и окутывает растения облаком пара. При критической температуре окружающей среды куст неопалимой купины вспыхивает голубоватым пламенем, а растение при этом остается нетронутым. Можно предположить, что секретом смеси из эфирных масел, которая воспламеняется при достаточно низких температурах, владели представители православных ажиотаж вокруг конца света нагнетается еще и тем, что изменение магнитного поля влияет на психику людей. У многих развивается панический страх. Чем ближе к моменту перехода подходит Земля и человечество, тем эти магнитные поля все резче и резче меняют свое направление. Они как бы сходят с ума. Но на самом деле сходят с ума не только магнитное поле. Оно, как известно, оказывает огромное Галина Угличина утверждает, что людей страшит не только смерть всего живого на Земле. Неизвестность это самое страшное, что может быть. А если человек скажет, что понятно, я перехожу как тогда из одного пространства в другое и просто начинаю жить по-другому, он будет спокойнее. Это называется мудростью. Геннадий Солнечный уверен, великий переход Земля совершит лишь тогда, когда человечество будет к этому готово. За этим следят наши космические кураторы. Геннадий утверждает, один раз конец света уже отменяли. Еще в 72-м году это была такая критическая дата, когда человечество не успело в своем развитии. И наши кураторы, представители высшей цивилизации, они с этой проблемой столкнулись. Просто Солнце в 72-м году расширилось орбиту Юпитера. Земля просто должна была быть сожжена в этих энергиях. Эта катастрофа должна была полностью уничтожить жизнь на Земле. Однако космическое сообщество решило помочь землянам. Когда доложили, что не выживет ни один человек, то предложили план просто защитить Землю на время защитным полем, соответственно, и нам просто показывали какое-то время голограмму всем. создали наше небо, а на самом деле нас накрыли и в какое-то время защищали от активности Солнца, потом оно нормализовалось. Наступит ли в декабре 2012 года конец света? Есть надежда, что землянам снова помогут братья по разуму, и планетарные катастрофы снова удастся избежать. Сейчас есть информация, что возможно дадут еще два года человечеству на то, чтобы оно одумывалось и так далее. Но переплицовка может и в любой момент произойти. Со времен всемирного потопа день, когда наступит очередной конец света, был рассчитан неоднократно. Но мрачные пророчества ни разу не сбылись. Сегодня мы все чаще слышим новую дату всемирной катастрофы 21 декабря 2012 года. И удивительное совпадение. Мы снова видим, что здесь фигурирует число зверя 666. Что произойдет в этот день, мы узнаем уже очень скоро. Построила в Гринландии так называемое убежище судного дня, куда только Белгиз вложил около миллиарда долларов. Перевезены запасы продовольствия, так сказать, и так далее, и так далее. Китай построил в районе горы Кайлас, поэтому эта зона закрыта для путешественников. Есть у нас такие убежища, наберите гора и манта в интернете, и увидите, какой комплекс подземный для руководства страны строится там. Убежище гражданской обороны, то есть бункеры, с давних времен служили людям защитой во времена различных войн. Вмещали сотни человек, в них укрывали детей и раненых, спасались от бомбежек и наводнений. Эксперты советуют разузнать местонахождение ближайшего к дому или офису убежища гражданской обороны. Вдруг пригодится. Но укрытий на всех не хватит. К сожалению, нужно признать, что только 20, наверное, процентов сооружений годны для присутствия там людей. От силы это будет около 4 тысяч человек, обслуживающих бункера, и около полутора миллионов людей спастись могут. Причем не в самом лучшем и удобном они будут там состоянии проживать. Бункер обеспечивает защиту от традиционной пыли, от химического и биологического заражения, от ударной волны, от землетрясения, наводнения и даже от падения метеорита. Но на случай конца света бункер не спасение, а лишь возможность продлить свою жизнь на период от нескольких дней до нескольких недель. ждать конца света или нет, воспринимать его как неизбежность или вообще об этом не думать каждый решает сам для себя. Оксана Плаксина конца света не боится. Я не думаю, что концом света закончится перерождение жизни, что это бессмысленный вопрос. Я считаю, что даже если на этой планете закончится существование, то рано или поздно вселенский разум или энергия или то, что в религиях принято называть Богом, оно снова возродит этот процесс. Оксана уверена, что бы ни случилось на земле, жизнь не остановится, ведь душа человека вечна. Девушка говорит, что не впервые живет на этом свете. Однажды в детстве ей приснился сон, в котором она увидела момент собственной смерти. Оксана бежала по пустыне. Сзади раздался конский топот и голоса. Как бы за мной была погоня, мне очень хотелось пить обжигающий песок под ногами, обжигающий воздух. Так как знала хорошую местность, я знала, где можно утолить свою жажду. Но выбор был либо бежать, да. Лишь возможность продлить свою жизнь на период от нескольких дней до нескольких недель. Ждать конца света или нет, воспринимать его как неизбежность или вообще об этом не думать, каждый решает сам для себя. Оксана Плаксина конца света не боится. Я не думаю, что концом света закончится перерождение жизни, что это бессмысленный вопрос. Я считаю, что даже если на этой планете закончится существование, то рано или поздно вселенский разум или энергия или то, что в религиях принято называть Богом, оно снова возродит этот процесс. Оксана уверена, что бы ни случилось на земле, жизнь не остановится, ведь душа человека вечна. Девушка говорит, что не впервые живет на этом свете. Однажды в детстве ей приснился сон, в котором она увидела момент собственной смерти. Оксана бежала по пустыне. Сзади раздался конский топот и голоса. За мной была погоня. Мне очень хотелось пить обжигающий песок под ногами, вжигающий воздух. Так как знала хорошую местность, я знала, где можно уторить свою жажду. Но выбор был либо бежать дальше, умереть от жажды, либо разрядить песок в колодце, найти колодец, осыпанный ей на пиццу. Девушка подбежала к колодцу, набрала в руки мутную воду, но едва начала пить, как почувствовала, что ее схватили за горло. Когда его пальцы очень толстые, неприятные, человек был в высокой степени ожирения. Сомкнулись на моей шее, они становились все толще и толще. Я как бы ну, как можно сейчас сказать, худела, я усыхала просто. То есть момент умирания сознания в принципе не произошел. тело само уменьшилось дикого, то есть вот практически до клеточки и выросло снова. Сначала девушка не придала этому значения, но сон повторялся вновь и вновь. Оксана запомнила его до мельчайших подробностей. Я на этой фотографии похожа на себя в прошлой жизни, только одежда была естественно другая. Тут и Петербург 20 век там была Марокко средние века. Одежда другая, были шаровары.